Пришлось даже некоторые плиты затравить, так как плиты были с братом сделаны, тепловизором проверяли. И по окончании работы все квартиры были проверены тепловизорами. Жители дома 25 по Притасскому проспекту эту зиму не чувствовали холода. По программе капитального ремонта многоподъездные девятиэтажки 1982 года постройки осенью восстановили герметичность межпанельных швов. Старый герметик рабочие удалили, заполнили пустоты пеной, нанесли новый защитный слой. Объем работы впечатляет 6,5 тысячи погонных метров. Расстояние от Щелкова до Ивантеевки. Результат ремонта комиссионно оценили депутаты во главе с Владимиром Шапкиным. В квартире тепло нормально? У меня лично однокомнатное, мне тепло. В тех квартирах, по которым жильцы высказали претензии, будет организована проверка герметичности межпанельных швов тепловизором. У жителей дома номер 12 по Притовскому проспекту были проблемы с канализованием. Подвал подтапливался фекальными стоками. Но после ремонта внутри домовых инженерных систем, центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения и, конечно же, канализования этих проблем вовсе не стало. Запорная арматура установлена надежная. Подрядчик дает гарантию на безотказную работу в течение пяти лет. Сегодня на доме работает приемочная комиссия. Запорная, смотрю. Это чьи? Производство. Качественные. Я к чему-то не просто... А ручки? Нет, естественно. У нас гарантийный срок пять лет. Как мы можем ставить что-то... Не китайские. Год от года все-таки качество работы растет. Электрикам там много претензий есть. А вот инженерные сети, как отопление, водоснабжение, водоотведение, я скажу, я впервые вижу, что так качественно сделано. По приглашению жителей Владимир Шапкин осмотрел состояние дома 15 по улице Институтской в микрорайоне Чкаловский. Этот восьмиквартирник 49-го года постройки называли генеральским за большие площади комнат и коммунальное удобство. В 2015 году в доме капитально отремонтировали кровлю и фасад. Жители просили продвинуться дальше и отремонтировать внутренние системы и подъезд. По таким домам очень низкий сбор. Управляющая компания вряд ли будет делать сама. Надо включить программу ремонта подъезда. Я в ней только что и сказал. Просто на этот год все у меня сформировалось, но на следующий год было бы неплохо. В среднем квартира задолжала каждые по 30 тысяч рублей. Сами понимаете, с этого дома практически ничего не собирается, а одни долги. Депутаты обратились к управляющей компании с просьбой поработать с должниками. Наши выезды преследуют две цели. Первое. Вносить корректировки в наши программы, потому что все-таки бюджет принимаем мы. Деньги распределяем мы, как депутаты областные, так и депутаты местные. Исполняет администрация, организует и планирует, а подрядчики уже выполняют эту работу. Вот эту цепочку нужно год от года, конечно, совершенствовать и добиваться и сроков выполнения, и качества работы, и так, чтобы было жителям удобно. В 2018 году было запланировано 73 квартирных дома отремонтировать. На данный момент программа 2018 года до сих пор продолжается. По данным информации, фонда капитального ремонта на данный момент завершены по 30 квартирных домам работам, по остальным ведутся работы. В 2019 год у нас запланирована, сейчас будет корректировка 43 квартирных дома, но мы сейчас пытаемся с фондом капитального ремонта еще включить порядка 15 домов. Кроме депутатов, оценку о выполненной работе поставят технодзоры и фонд капитального ремонта. В их обязанности входит соблюдение технологий выполнения операции и конечный результат – отсутствие жалоб со стороны жителей. Михаил Налетов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».